Всем привет! Привет, дружище! Мы сегодня собираемся поиграть вот такую крутую, крутейшую игрушку Спящие Королевы. Смотри, какая она красивая коробочка, обалденная. Смотри, какой дизайн здесь вообще шикарный. Гляди, какие-то драконы. В общем, давай врывайся, будем сейчас с тобой смотреть, играть вместе. И смотри, это игра, придуманная во сне. Девочкой шестилетней. Представляете? Тебе, наверное, уже есть шесть лет, скорее всего. Да и нам тут уже больше шести. Мы еще пока такую игру не придумали. В общем, молодец, девочка. В общем, вперед, смотрите дальше. В общем, смотрите, чтобы королеву разбудить, нужно выложить короля. Давай я буду первый ходить. Вот смотрите, я беру короля выкладываю и беру любую королеву. Вот мне попалась королева божьих коровок. Я себе кладу. Я ее открыл. Чтобы выиграть, мне нужно набрать пять королев или вот здесь, видите, десять очков. Вот пятьдесят очков. Бывает там больше. Вот так я обменяю. Стой, стой, стой. Да, если такой специальной карты нету, то можно их поменять следующим вариантом. Либо взять одну карту сбросить и взять другую. Вот, либо взять две карты одинакового номинала маленькие, например, две пятерки и, соответственно, скинуть их и взять две себе. Или сделать подсчет, чтобы, например, две карты, два плюс пять, и если у тебя есть еще семерка, то есть это два плюс пять равно семь, тогда ты скидываешь вот три карты и получаешь взамен три карты. Ну вот, королев можно утаскивать друг у друга, если у вас есть рыцарь. От рыцаря защищает дракон. Королев можно обратно усыпить. То есть, например, Макс, если будет усыплять мою королеву, то она уйдет обратно сюда в поле. Да, ты сбросил, да? Макс сходил, получается. Видите, он сбросил, карточку получил обратно. Так, у меня есть, как ни странно, еще один король. Вот, шляпный король. Смотрите, какой красивый. Вот, и я открываю еще одну королеву. Королеву подсолнухов тоже на десять баллов. Они не все одинаковые, я поэтому показываю. То есть, они все разные, смешные и... Ну вот так, я меняю. Давай, меняешь, да? Угу. Хорошо. А, кстати, я не снял себя. Так, ну смотрите, у меня получается сейчас... У меня есть шут. Шут, вот такая карточка, она делает так. То есть, ты снимаешь верхнюю карточку. Если здесь была бы... Четыре, пять, шесть, 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 шесть... Сейчас, подожди, я расскажу, что тут было бы? Подожди. Если бы здесь была бы, например, король или, там, не знаю, рыцарь, дракон, то я мог бы просто взять и еще раз сходить. Но так как у меня простая карточка выпала, то я должен, начиная с себя, считать. И, соответственно, тот, на кого выпадет палец, тот и возьмет королеву. Можно я посчитаю? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На Максе. Соответственно, Макс открывает любую королеву. О, у нас вот такая смешная королева. Королева радуги. Радуги, да. Ну, давай, клади где-нибудь, чтобы было видно твоих королев. Давай, наверное, сдвинем, может, чуть-чуть вот сюда наши поля. Вам видно? Да, да, видно. Вот так. Тут твои королевы, а вот тут мои. Еще мне есть поставок. Окей, Макс сходил. Это или это? Ой, я забыл снять опять. Папа, что делает дракон? Дракон защищается от рыцаря. То есть, если я буду отнимать у тебя королеву, то ты сможешь, ну, рыцарем, то ты сможешь драконом защититься. Так, смотрите, у меня, в общем, куча мелочи, и я хочу их сбросить, честно говоря. Но пока не нахожу. Интересно. Ну, какие это карты? Макс, смотри. Так, получается, а, вот, смотрите, у меня есть вот, вот я могу так скинуть. Три плюс шесть равно девять. Смотрите, я беру, это мой ход. Я взял и сбросил. Вот так. О! И три карты себе взял. Все. Смотри. Снял то же самое. Папа. Да, давай. Ходи. Пять. Слушай. Один. Шесть. Все, бери три карты, отлично. То есть, это, как бы, такой сброс. Можно даже четыре карты. Отлично. Так, теперь у меня то же самое. Две шестерки я могу сбросить. Две карточки. И, в общем, вот, такие расклады не очень-то. Ходи, Макс. Макс шута выложил. Макс тянет верхнюю карточку, и у него троечка. Он начинает с себя. Три. Макс тянет, да. Макс тянет королеву. Это королева, это королева. Блинная королева. О, класс. Ну, хорошо. Ты взял себе карту? Да. Нет. Отлично. А, да, взял, да. Да, да. Нет, у тебя уже шесть. Верни обратно. Угу. Да, нет, верни обратно. Так, я беру и кладу две десятки в сброс. Это мой ход. У, тоже дракоша выпал. Круто. Две троечки. Так, я сбрасываю вот так. Пикини одинаковые карты. Два, два плюс пять равно семь. Я их сбрасываю. То есть, эта игра учит очень хорошо детей считать. То есть, если, чтобы маму уговорить, например, можешь сказать, это будет, я могу быстро, буду быстро считать. Давай дальше. Ходи, Макс. Твой ход. Придется поменять. Восьмерочку всего лишь? Одну? Ну, давай. Так, у меня получается, смотри, еще есть три карты. Пять плюс четыре равно девять. Я три карты снимаю. Хватит карты брать. Не могу. У тебя что, три девятки? А, нет, две девятки. Две девятки, круто. Ну, ладно. Так. А мне вот нечем даже напасть. Не на тебя, не на тебя. Сейчас, наверное, пойдут хорошие карты. Ну, вот прям сейчас у меня есть только две восьмерки на смену. О, со следующего хода начнется веселуха. Ну, давай, Макс. Со следующего хода начнется веселуха. О, Макс хочет усыпить мою королеву. Так как у меня нет волшебной палочки, то мне нечем отбиться. И выбирай, какой Макс королеву. Э, вот эту. Вот эту? Нет. Все, Макс ее усыпляет обратно. Она опять становится спящая. Хорошо. А я ярких красок выкладываю. И хочу забрать свою королеву. О, королева морских звезд. Красота. Ну, ладно, давай дальше. Видите, у нее всего 15. Мне это выглядит еще очень далеко. Красота. Король черепах. Хорошо. О, королева собак. Это особая королева. Смотрите, теперь, если Макс вдруг откроет королеву кошек, то он не сможет ее взять. Потому что королева кошек и королева собак, как собака с кошками, дерутся в эти королевы. В общем, Макс пока выигрывает. У него три королева. Окей. Но, смотри, Макс, мой ход. А я... Кстати, мне нужна карточка. А я тогда хочу вот так у Макса отнять. Я рыцаря насылаю на Максима. Да иди ты нафиг. А Макс сразу же, видите, отбивается драконом. Все. Тихо, я беру. Дай. Потом ты... Все. Ну, ходи теперь, Макс. Рыцарь. Ну, вот у меня тоже дракон есть. Бери карточку себе. Вот ты. Бери карточку. Опять? Он же рыцарь. Так, а я, пожалуй, короля пазлов. Смотрите, какой весь из пазлов состоит. Игра, в общем, дизайнерская. Очень-очень клево оформлена. Так, я беру себе королеву, соответственно. Разбудил ее мой король. О, королева сердец. Смотрите, какая красивая. Хорошо. Еще 3 на 3. Ах ты, я тебе... А, у Макс хочет отнять. А у меня есть опять дракон? Так. Хорошо. Я хожу. Так, я хожу. Ходить-то у меня нечем, кроме как шутом. Тихо. Открываем. О, зелье. Я беру себе, и у меня есть право хода следующего. Я, например, этим зельем хочу воспользоваться. Давай, усыпляю твою королеву. А, у Макса есть волшебная палочка. Все. Отстань от меня. Хорошо. Не вопрос. Отбился. Так, тихо. Дай. Угу. Ну, все. Эй, я хожу. Ходи. О, рыцарь. Вот. На этот раз у меня нет дракона. Поэтому Макс выбирает королеву зердец себе. Самую большую. Теперь давай считать, Макс. Смотри. У тебя получается 20 плюс 15-15. Это 30. Это уже 50. И плюс 5. 55. Смотрите. Всего 4 королевы, а Макс уже выиграл. Потому что у тебя больше, чем 50 очков. И плюс 1 королева. И плюс следующая, да, королева. Ну, это потом уже. Пирога. Пирог, да. Королева тортов. В общем, вот такая игра. Правильно. Нет, правильно тортов. Тортов. Это так простонародие говорят. Ну, ладно. В общем, играйте в игру. Если будет... Да, прекрасная игра. Да, очень она дизайнерская. Посмотрите, какие красивые огненные короли. Здесь такие все прям миленькие. В общем, прям очень рекомендую. Ставьте лайк. Да, ставьте лайк. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео про настройки. Классные вообще. Про компьютерные игры и про игры на смартфоне. В общем, да. Я сегодня буду снимать тоже одну. Да, какую? Боу, боу. Боу-мастер. Да, боу-мастер. Боу-мастер. Хорошо, все. Ждите видео. Пока. Пока.